Добрый вечер! В эфире программа «В центре внимания» в студии Ирина Бачанцева. Одна из самых известных православных святынь Гаденовский крест прибыла во Владивосток. Сегодня об этом и не только будем говорить в эфире. У нас в гостях председатель миссионерского отдела Русской Православной Церкви, викарий Святейшего Патриарха Московского Ивсия Руси Кирилла, епископ Луховицкий Ефимий. Здравствуйте! Здравствуйте! И викарий Владивостокской епархии, епископ Уссурийский Иннокентий. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и хотелось бы начать, наверное, с того, что вообще у нас, я так понимаю, Владивосток стал одной из такой завершающих точек крестного хода, который проходил по России. Вот об этом проекте бы хотелось узнать побольше. Действительно, Владивосток стал конечным пунктом общероссийского миссионерского крестного хода, который совершается по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в память 600-летия явления Креста Господня на Сахотском болоте, близ села Годеново. Это территория нынешней Ярославской области. И мы специально выстроили маршрут таким образом, чтобы прибыть к восточным рубежам нашего Отечества, в город Владивосток, именно в День народного единства, в День памяти Казанской иконы Божьей Матери, поскольку одной из главных задач вот этой общей церковной, общенациональной миссионерской акции является укрепление народного единства, поскольку времена, которые мы переживаем, очень непростые. Мы наблюдаем в обществе подчас вот такие явления, которые говорят о какой-то нестабильности, о том, что, конечно, людям тревожно, нет, может быть, какой-то вот такой уверенности в будущем, какую хотелось бы иметь. Поэтому, конечно, в это время очень важно нам духовно сплотиться, объединиться. А вокруг чего объединяться? Всегда на Руси объединялись вокруг святых и вокруг святынь. И вот поэтому, собственно говоря, и был выдвинут вот этот проект. 11 июня этого года в селе Годеново состоялись такие масштабные торжества, посвященные 600-летию явлений этой святыни. И спустя чуть менее трех месяцев мы начали этот крестный ход, начали его в городе Мурманске 3 сентября. От Мурманска проследовали через Манчегорск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Брянск, Белгород, Луганск, Донецк, Мариуполь, Бердянск. Достигли Республики Крым, посетили Симферополь и Севастополь. Это был маршрут вертикальной части крестного хода. После Севастополя мы направились к западным рубежам нашего отечества, в город Брест. В данном случае мы не разделяем, как-то не противопоставляем Россию и Белоруссию. Это наша единая русская земля. От Бреста проследовали в Минск, в столицу Белоруссии. Из Минска в Тулу, далее в Казань, Уфу, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Читу, Благовещенск, Хабаровск. И вот прибыли в город Владивосток. Вот мне кажется, что Владивосток, в принципе, у нас недавно, так как здесь у нас появился Спасо-Преображенский собор, и это одно из таких знаковых событий для собора, возможно, одно из самых первых таких крупных. Владыка Иннокентий, расскажите, как готовили собор, как вообще проходило все это, и когда смогут наши верующие прийти? Для нашего Преображенского собора это действительно первое значимое принесение святынь. И это весьма отрадно и знаменательно, о чём Владыка уже сказал, я его поддерживаю. Мы начинаем нашу программу почитания Гаденовского креста 3 ноября, и 4 ноября она продолжается. И эта программа, она включает в себя, прежде всего, конечно, предоставление для людей возможности молитвенного почитания этой большой святыни. Здесь совершаются всегда у нас и уставные наши богослужения, и особые молебные пения для того, чтобы дать возможность людям как-то более глубже проникнуть к значимости почитания Христа в православии. И в Преображенском соборе все эти дни будет такая возможность у каждого для того, чтобы прийти здесь и излить свои внутренние духовные чувства ко Господу в молитвах, чтобы помолиться и о себе, и о своих близких, и, конечно, о нашей стране, всей нашей земли русской, её единстве. А вот насколько вообще для Владивостока, если брать в разрезе, может быть, последних десятилетий, это действительно большое событие, вот последние какие-то приезды, святыни у нас были? Ну, можно просто вспомнить историю, что, конечно, да, в этом году мы встречали частицу мощи святого великомученика Георгия Победоносца. Это тоже было значимо для всех нас, поскольку связано с почитанием одного из тех подвижников, которые ознаменовали свой подвиг вот таким заступничеством за обижаемых. И в том числе под знаменем Георгия Победоносца завершилась Великая Отечественная война в нашей стране. Но, тем не менее, если сравнивать с тем, что в прошлом у нас приносились такие известные святыни в Владивосток, как, например, Пояс Богородицы, как Фёдоровская икона Божьей Матери, то я бы поставил принесение Гадановского креста вот в этот ряд всё-таки, потому что мы говорим о том, что эта святыня относит нас ко времени XV века. Это точная копия, конечно, но всё-таки сам крест, он относится к явлению в XV веке. То есть это связь с той древней Руссией, которая является вот таким корневым началом всей нашей страны. История оттуда нас связывает с этой историей и с культурой, которая пошла оттуда. Это древняя Русь. Вот, да, хотелось бы немножко больше поговорить о самой святыне. Расскажите вообще, ведь у него уникальная такая история появления, явления его, и в чём его такая святость, знаковость для всего православного мира. Вообще, Гаденовский крест, как произведение византийского искусства, додируется XI-XII веками. Это уже установили специалисты Русского музея из Санкт-Петербурга. И что интересно в явлении этого креста? Он был явлен на Руси ровно за 30 лет до падения Константинополя, то есть до распада Византийской империи. И в церковном сознании, конечно, эти события, эти явления представляются глубоко взаимосвязанными. Потому что здесь мы не можем не усмотреть вот такое предзнаменование того, что бремя ответственности за судьбы христианства во всём мире ложатся именно на Святую Русь и на русский народ. Это его главное духовное предназначение. И вот именно это сознание всегда было живо в церкви. Оно, может быть, в какие-то периоды, ну, скажем так, затемнялось. Но вот именно с конца XX столетия начинается, скажем так, процесс второго обретения этой святыни. С того момента, как была произведена реставрация этого креста силами матушки Евстолии, которая тоже прибыла во Владивосток. Это игуменья Никольского Переславского монастыря, на подворье которого, собственно говоря, эта святыня находится. И вот крест был приведён в порядок, и специалисты, и простые верующие люди просто изумились тому, какая это величайшая святыня. И даже с точки зрения его художественной ценности, это во многом такое беспрецедентное явление такого древнего византийского искусства. И уже после того, как крест после реставрации был возвращён в храм, началось такое большое паломничество к этой святыне, в ходе которого многие люди получали и исцеление, и ответы на волнующие их вопросы. И с тех пор поток богомольцев возрос настолько сильно, что матушка Евстолия вынуждена была принять очень непростое решение. А именно она приняла решение, ну естественно, по благословению священного начали, построить в селе Гаденово точную копию храма Софии Константинопольской. Вот те, кто бывал в Стамбуле, в Константинополе, наверное, видели и знают этот храм. Гаденовская София является, может быть, немного уменьшенной копией, но это огромный храм, который предназначен для молитвы нескольких десятков тысяч верующих людей. Вот, поэтому уже строительство в самом разгаре, уже где-то половина этого храма построена, уже в ходе торжеств 11 июня мы совершали все ночные бдения уже на первом этаже этого храма. Так что это поистине такая общенародная, общецерковная такая стройка. И, конечно, вот этот храм строится как ковчег, в котором будет пребывать вот эта величайшая святыня, данная нам Богом, как указание пути ко спасению всего нашего народа. И вот очень важно всем нам осознать сегодня это. Вот в чем предназначение России? Почему Господь даровал нам такие огромные просторы, богатства? Вот для чего? Только ли для того, чтобы, так сказать, извините, какая-то кучка людей вот наслаждалась этими богатствами, где-то за рубежом прожигая свою жизнь? Ну, очевидно, ведь не для этого. А вот эти материальные ресурсы даны нам для того, чтобы сохранять и отстаивать свою духовную идентичность. Вот это очень важно. К сожалению, пока что не все это осознают. Но для того, чтобы пробудить в нашем народе это духовное сознание, мы и проводим по благословению Святейшего Патриарха вот этот крестный ход. И уже видим добрые плоды. Важно отметить, что этот крестный ход мы проводим при очень серьезной такой информационной поддержке не только церковных, но и светских телеканалов, в том числе вашего телеканала, за что хотел бы вас отдельно поблагодарить и руководство телеканала. А телеканал «Спас», это наш церковный телеканал, он просто, можно сказать, в ежедневном режиме освещает события крестного хода. Значит, и вот эта съемочная группа телеканала «Спас» сопровождает крестный ход с самых первых шагов. Все эти три месяца. Все эти два месяца, и все эти два месяца православная часть нашей страны в реальном режиме, как сейчас принято выражаться, имеет возможность следить за крестным ходом, за тем, как его встречают в разных городах, сколько людей приходит, прикладывается и так далее. То есть вот благодаря использованию средств массовой информации действительно эта миссионерская акция приобретает статус такой общенародный, общенациональный, если хотите, и в этом тоже такое большое значение. Потому что вот так вот лично прийти, поклониться к кресту все равно не все могут. И даже, знаете, нам уже поступают письма, в которых звучат нотки некой такой претензии, что, ну а почему вот вы вот в этот город вы зашли, а вот в этот не зашли. Да, всего 28, да, городов? Да, да, да. Вот вчера мы были в Хабаровске, несколько дней назад мы были в Хабаровске. И вот подошла женщина с таким обиженным видом из Бирбиджана. Говорит, ну а как же так? Вот вы почему проехали в Бирбиджан? Но мы не можем охватить все, нельзя объять необъятное. Но понятно, что этот крестный ход совершается для того, чтобы вот этим символическим крестным знамением осенить Россию, наше Отечество, с севера на юг и с запада на восток, да, то есть вот как мы себя осеняем крестным знамением. И пробудите в людях вот стремление к духовному пониманию событий, которые вообще в мире происходят. А события очень тревожные. И, конечно, люди ищут ответы на вопросы, а почему так происходит? Может быть, что-то не так мы делаем? И, конечно, мы очень надеемся, что вот этот крестный ход как-то поможет людям задуматься о вечных вопросах, на которые должен дать ответ себе каждый человек. Без исключения. Спасибо. Владыка Иннокентий, вот наверняка вы уже имеете некое представление, как много верующих, прихожан прибудут в храм на площади Владивостока. Я так понимаю, что это будут люди со всего края вообще уже как-то делали, может быть, срез, как-то сообщали, что прибудет. Как все это происходит? Конечно, вот Володяка уже говорил про информационную поддержку, она вообще ведется от начала как-то того времени, как начался сам Харистный ход в сентябре. И к настоящему моменту мы оповещение широко очень делаем по всему Приморскому краю, среди наших прихожан, и не только прихожан, о том, что такая большая программа у нас совершается при Боржинском соборе 3-4 ноября. И ожидаем, что привлечет это большое внимание верующих людей. И даже, может быть, тех, кто в чем-то, может быть, хотел бы увидеться лично, как говорится, сомневающихся, это тоже для них будет интересно, важно. Приглашаем всех на такую нашу программу праздничную. Ну, два дня все равно оптимально, многие успеют попасть. Надеемся, что все-таки, поскольку храм в вечерние часы будет допоздна открыт, поэтому люди смогут попасть. Кстати, со скольки до скольки будет открыт еще раз? Мы встречаем и начинаем программу 3-го в 8 часов утра и до окончания, до вечера, до позднего вечера 4-го ноября. То есть до позднего вечера субботы можно будет прийти собственной персоной. Я знаю, что были созданы копии Гаденского креста, и они были разосланы по разным городам нашей страны. И вот думаю, что у многих, возможно, появится такой вопрос, насколько вообще, если так можно выразиться, эффективен копия креста по сравнению с оригиналом, со святыней. Вот такой вопрос у меня к вам, наверное, Владыка Ефимии. Вы знаете, оригинал этого креста является очень древним. И он уже находится под охраной, является объектом культурного наследия, скажем так. И поэтому он уже не подлежит транспортировке. Но как и в случае с крестом, на котором Господь был распят. Сейчас этот крест не дошел до нашего времени. Остались только какие-то частицы животырячего древа, которые находятся в разных храмах, монастырях. А самого креста уже не сохранилось. Но это не означает, что крест хрестов был упразднен. Крест – это символ нашей веры, с одной стороны. А с другой стороны – это и оружие нашей духовной борьбы. Вот поэтому здесь многое зависит от той молитвы, которая совершается перед этим крестом. Вот эта молитва, она подлинно народная, общенародная. И именно замысел таким и был, чтобы весь русский народ, ну, в лице своих представителей, те, кто может приложиться, могли бы помолиться перед этим крестом Господним, для того, чтобы мы вновь себя почувствовали не просто как граждан Российской Федерации, а как единый народ Святой Руси. Вот это очень важно. А к этому народу могут принадлежать люди разного происхождения. Как я уже сказал, когда мы зашли на территорию Республики Беларусь, никто не высказал никаких претензий, не сказал, почему вы общероссийский крестный ход проводите по территории Республики Беларусь. Да потому что у нас единая духовная родина и с белорусами, и с украинцами, и с молдаванами, и вообще со всеми людьми и народами, которые добровольно присоединились к нашей русской православной цивилизации. Но просто еще раз говорю, что, может быть, в сознании современных людей вот эти глубинные смыслы, так сказать, немножко сейчас нуждаются в том, чтобы их обновить, понимаете? И я очень надеюсь, что вот это духовное обновление и произойдет в результате вот этого крестного хода и тех усилий, которые предпринимает Русская Православная Церковь и совместно и с нашим государством, и с общественными организациями, для того, чтобы духовно нам выстоять вот в той ситуации, в которой мы находимся. А крест, который именно у нас приносится во Владивосток, он ведь, мы сейчас сказали, он пронесен через многие города нашей страны. Многие тысячи верующих людей подошли к ним, к этому кресту, молились у него, изливали свои самые сокровенные желания перед Господом Богом. И вы понимаете, что здесь вот есть такое понимание намоленность. Вот я скажу, что для Владивостока это уже святыня, которая намолена многими-многими тысячами людей, которые прошли в других местах и преклонились перед ним, и облабызали его. Это тоже нужно понимать, учитывать и благодарить Господа, что мы это восподобились, что Владивосток такой является точкой, где мы собираем, концентрируем это всё, будем так говорить, духовную энергию, которая собирается на этом крестном ходе. Да, трудно не согласиться. Вот хотелось задать вопрос. По прошествии двух месяцев уже можете делать какие-то выводы? Вот насколько молодое поколение, активно обовлечено бы это вообще, молодые люди приходили часто? Конечно. И особенно много молодых людей, воинов мы видели, когда проходили Донбасс. Больше того, я могу сказать, что после того, как крест Господень посетил Донбасс, наступил перелом в военных действиях. Но, по крайней мере, так нам хочется воспринимать вот те события, которые стали происходить уже где-то с начала октября. Да, то есть поступают, ну, такие уже более обнадёживающие какие-то сведения о том, что, так сказать, русское воинство как-то активизировалось на разных направлениях. Да, пока ещё, может быть, рано говорить о том, что мы уже победили в этой войне. Но то, что все признаки положительных изменений налицо, это очевидно. Поэтому, вот, собственно говоря, вы знаете, ещё хотел бы сказать о том, что, передать, точнее, зрителям слова, которые мне вот матушка Евстолия сказала, вот пройдёт крестный ход по России, закончится война. Понимаете? Вот это тоже очень важно. То есть, в любом случае, конечно, времена и сроки тех или иных событий в руках Господа, но нам важно понимать духовные причины того, что происходит. И то, что вот попущена эта война, попущено вот это кровопролитие, очевидно, и по нашим грехам тоже. Понимаете? Нам, значит, нужно выводы сделать соответствующие, провести работу над ошибками. Но вот такие обнадёживающие какие-то сигналы уже поступают, и, конечно, нам очень приятно это слышать. Да, трудно не согласиться. У нас буквально пара минут остаётся до завершения эфира. И вот напоследок хотелось бы поговорить о том, как вы видите значимость в целом православия для всей культуры современной России. Вопрос к вам обоим. Ну, вы знаете, я бы хотел сказать, что иногда воспринимают значение церкви для нашей страны весьма как-то так очень упрощённо. Неким образом думаешь, что вот храмы там, ну, может быть, иконы в лучшем случае. А ведь наша вера православная для культуры страны обладала и обладает мощным генератором. Генератором развития, культурного развития, идейного развития. Посмотрим давайте на нашу историю формирования русской культуры, в Средневековье особенно, да. Посмотрим на формирование нашего искусства, начиная опять-таки с того, с этого времени. Мы видим, что насколько вот эти духовные, нравственные основания, они руководили, в том числе, людьми, создававшими шедевры русской культуры, русской литературы, нашей музыки, всего остального. Насколько православная вера, она определяла движение душ мастеров искусства, мастеров культуры. Мы должны вернуться к тем традиционным ценностям, в том числе заложенные в православии. Об этом, кстати, подчёркивается и в недавнем указе президента Российской Федерации о защите основ духовно-нравственных ценностей в нашей стране. Я скажу очень коротко и просто. Без православия нет ни России, ни русской культуры. Приведу один простой пример. Вот буквально несколько дней назад, тоже много писали об этом, праздновался так называемый праздник Хэллоуин. Понимаете? И, к сожалению, очень много молодых людей вовлечено в празднование этого непонятного праздника. Но совершенно очевидно одно, что подобного рода празднества являются совершенно чуждыми нашей культуре, нашим традициям. Ничего позитивного в себе они не несут. Ведь русская культура всегда очень открыта для восприятия чего-то нового и положительного. Но вот такие вещи, они по сути своей являются деструктивными. Они настроены не на сплочение народа, не на объединение народа, а на отчуждение людей друг от друга, на их противопоставление друг другу. Поэтому дай Бог, чтобы мы все общими усилиями и как представители и церкви, и общества, и государства осознали бы вот эти духовные вызовы, духовные угрозы, осознали бы такую вот важнейшую роль и значение православия для нас, как для народа, и сделали бы соответствующие выводы. Уважаемые гости, спасибо, что пришли. Спасибо вам за беседу. Ну а с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok